Девушки отдыхают Конечно, особенно если он любит гулять на улице Да, начнем с того, как определить, что у питомца появились бложки О, это не составит особого труда Значит, ваш малыш станет беспокойным, начнет регулярно чесаться, плохо спать Вы заметите на нем, что появились такие царапинки А можно заметить и пробегающего зверя К сожалению Маленькое насекомое, да Это и есть бложка, имеет такое упругое тельце, порядка одного миллиметра, коричневенькое Чем блохи опасны для животных? Может, пусть бегают? Нет, это очень-очень вредные насекомые Опасны тем, что передают ряд специфических заболеваний Ну, во-первых, разносчики популярных гельминтозов, то есть глисты в простонародье От блох могут появиться глисты? Да А как это? Вот они в своем тельце, в своем желудочно-кишечном тракте носят личиночки глистов И животное, когда заглатывает бложку внутрь, соответственно, получает ее не саму, а в комплекте уже с личинкой глиста, паразита Который в последующем освобождается и начинает развиваться, размножаться Ужас! Вот это когда котик вот так делает, это он блоху ест? Это уже стоит обратить внимание, нет ли у него друзей Кто видел блоху, на кошке или на собачке? Действительно надо решать проблему Бложки вызывают сильнейшие аллергические реакции, аллергические дерматиты Они при том, когда кусают, прокалывают своими челюстями кожицу, они являются кровососущими паразитами и выделяют слюну свою И вот эта слюна является очень токсической и вызывает сильнейшую аллергическую реакцию Человеку данные паразиты могут передавать серьезный эндемический брюшной тиф Нужно, как только мы заметили, что у животного блохи, начинать с этим бороться? Однозначно Как? Значит, существует целый ряд препаратов, они приблизительно делятся на 4 вида Это спреи, шампуньки, специальные ампулки и антиблошиные ошейники Метод действия у всех одинаковый, да? Они уничтожают паразитов на животных Отличаются они по химическому составу, по способу нанесения на животное и по срокам действия Какой самый лучший? Больше всего врачи любят все-таки ампульный метод Он легко наносится, имеет длительный срок действия, то есть от блошек защищает от 2 до 4 месяцев И практически нетоксичны в применении То есть он для кота, для собаки не опасен? Есть ампулки отдельно для собак, есть ампулки отдельно для котов Приходя в зоомагазин, ознакомьтесь с инструкцией, да, и вам нужно не просто антиблошиное средство А антиблошиное средство, которое оградируется по виду животного, по весу животного, по возрасту животного и по наличию хронических заболеваний Все-все-все должно совпасть и только тогда используем этот препарат? Все-таки я бы рекомендовала, чтобы этот препарат был назначен ветеринарным врачом Самолечение и тут опасно Ой, моя дядь, вы золотой Ну, наверное, просто так капнуть на котенка нельзя этим препаратам, да? Поскольку они существа, любящие себя полизать, облизать Единственное место, куда они не достают, чисто анатомическая особенность, это область холки между лопаток Вот эту зону вы аккуратненько разделяете и уже на кожицу выдавливаете ампулку Ой, холёчек, но только столько средства, сколько положено такому малышу Кошке мы знаем куда, вот там на холочку, чтобы она не достала Куда капать собаки? Собачки, значит, по остистым отросткам, то есть вдоль всего позвоночника Вы шерсточку раздвигаете и точечно небольшое количество данного препарата Вы оставляете вплоть до основания хвостика И самое важное, после нанесения любого средства от паразитов Животное нельзя трогать порядка 24 часов Людям нельзя трогать животное? Особенно детям Можно выбирать средства, но они по цене на порядок выше Которое, вы наносите это средство, оно высыхает порядка получаса И дальше вы можете играться с вашим любимцем А вот когда можно купать? Вы сначала обработали ампулкой Вы ожидаете трое суток То есть полное действие препарата проходит Все друзья его покидают Но можно от избытка экскрементов, от лишних расчесов животное покупать Вот, поэтому не раньше, чем через трое суток Купать обычным шампунем или каким-то специальным? Значит, если вы сначала обработали ампулка и блошек уже нету и не предвидится на вашем любимце То вы покупаете специальный шампунь, который рассчитан на уменьшение зуда Чтобы просто вот эти раночки, которые уже образовались, лучше поджили Если вы хотите помыть животное до обработки ампульным методом То вы покупаете специальный антиблошиный шампунь Это еще одно средство, которым можно против паразитов бороться Да, оно тоже помогает Замечательное средство Вы берете вашего любимца в ванночку, да, но это если он любит купаться Намыливаете равномерно Вы ждаете положенное количество минут, чтобы препарат успел подействовать И тщательнейшим образом смываете С проблемой на самом любимце вы избавились Так? Но шампунька не дает защиты на будущее Когда вы его вытерли и выпустили в вашу квартиру, где в принципе и обитают лошки с их личинками Они только кушают на котиках и собачках А так обитают в коврах, в щелях от паркета, под плинтусами Так если в доме нет кота, то там все равно могут быть блохи? Конечно Да ты что! Да, и вплоть до того, что может быть вообще пустой дом И до полутора лет блошки могут жить абсолютно без еды А потом, когда появляется кот или собачка, они на него набрасывают? Да, или человек, ну кто-то сейдобный Мы воспользовались шампунем, с него убрали, но на него опять запрыгивают Что же тогда делать? Поэтому после применения данного средства вам рекомендовано несколько суток подождать И нанести уже средство профилактическое То есть это либо антиблошиный ошейник, либо противоблошиный спрей, либо снова-таки наши любимые ампулки А как часто можно пользоваться шампунем таким именно противоблошиным? Не чаще, чем раз в три месяца А в промежутках мы моем кота, собаку? Здорового кота мыть в принципе в течение всей жизни не нужно Да ты что? Да Они должны самостоятельно вылизываться Иди вылизывайся, нечего лезть в ванну Поэтому они и не любят купаться, да? Есть те, которые наоборот очень любят, да? Но как бы по их анатомическим особенностям и физиологическим котик должен наводить красоту самостоятельно Дальше ошейник Противоблошиный ошейник очень популярное средство Многие его в зоомагазинах приобретают Но в последующем от него много жалоб и нареканий Почему? Ну зачастую производители заявляют, что помогает оно от блох порядка до полугода Ну в основном это обман А на самом деле? На самом деле порядка двух-трех месяцев Пока сохраняет этот ошейник свой специфический резкий запах Вот ровно столько и действует его защита от блошек Но запах настолько резкий, настолько специфический Что ваша квартира может тонко пропахнуть этим ароматом Некоторые детки могут иметь на данный вид запаха Аллергическую реакцию А животные? В месте, где ошейничек этот закреплен вокруг шейки Могут образовываться специфические экземки Похожие на лишай Нужно следить за тем, чтобы не происходило вот этих аллергий И если есть, тогда снимать и не пользоваться ошейником, да? Если вдруг замечена хоть какая-то отрицательная реакция на любой из представленных препаратов Это повод прекратить использовать данный препарат и посетить вашего ветеринарного специалиста Мне в магазине, когда я выбирала противоблошинный ошейник, предлагали А вот есть такой био-ошейник, он правда раза в два дороже, но зато он такой-притакой Маркетинговый ход? Все понятно То есть независимо от того, какой ошейник, проблемы у кота могут быть вот эти с аллергией С аллергией может быть на любой, даже самый биологический, даже на вид капелек Тоже могут существовать аллергические реакции И спрей, о котором ты уже говорила, в принципе, у него есть преимущества и недостатки тоже Он продается за небольшие деньги, достаточно большой объем Можно использовать на нескольких животных, да, допустим, если у вас несколько дома содержится Удобен в нанесении Но какие есть свои недостатки? Что плохо подходит для длинношерстных пород, это раз Во-вторых, требует практически равномерного нанесения на всю поверхность тела животного И животное нельзя трогать, пока данное средство не высохнет Для кошачьих я бы не рекомендовала, поскольку даже после полного высыхания При тщательном вылизывании могут быть определенные проблемы Конечно, а он же не может не вылизывать, это же кот Ну конечно, это его естественное поведение Поэтому данное средство больше подходит для собак И сколько же это стоит? Это стоит порядка 90 гривен Ого! Ну в принципе тут может надолго хватить Конечно А ты говорила, что для кошек и собак средства разные А вот этот спрей подходит и одним, и другим? В зависимости от фирмы-производителя Есть спреев сугубо для собак, либо сугубо для котов Вот ты говоришь о тех средствах, которые можно купить в магазине А ведь раньше, до того, как они появились, тоже же как-то боролись с блохами? Боролись Говорят, можно сосновые опилки положить, и это поможет? Поможет, поможет Вот непосредственно спать бложки на сосновых опилках не захотят Но уже спустя 5 сантиметров, где заканчивается сосновая подстилочка Они будут приспокойненько жить, пировать и кусать остальных домочадцев Ничего себе! То есть это не очень-то и эффективное средство? Да, эффективно только если вы привяжете своего питомца к этой сосновой подстилке И он будет ходить постоянно с ней Или можно в сосновом лесу дом купить Да, да Еще какие-то народные средства борьбы с блохами есть? Масса Допустим, табачные ванны Делается такой крепкий отвар табака И ваш любимец принимает там ванные процедуры Но табак является одним из очень ядовитых растений И чуть-чуть ошибка в дозировке может привести к отравлению Также можно использовать различные экстракты из пижмы, допустим, травы полыня, эвкалипта Но снова-таки акцентирую внимание, что если вдруг захотите народными методами То пусть хотя бы этот рецептик выпишет ваш лечащий доктор, который будет потом за него отвечать Ну и, наконец, профилактика Что делать, чтобы предупредить появление блох у наших любимцев? Ну, если вы гуляете на уличке, так, то использовать средства с длительной защитой Ты имеешь в виду ошейник? Ошейник, либо капельки, либо спрей То, что имеет длительную защиту Если же ваш любимец домашний, то постарайтесь, чтобы не было контакта с вашей обувью Поскольку зачастую именно с обувью приносят личинки блошиные, либо яички Таким образом, через обувь котик, собачка и даже кролик могут получить блох, да? Да, также они могут получить блох, отдыхая на балконе при контакте с голубями Иногда на голубях паразитируют не только птичьи блохи, но и собачьи и кошачьи То есть предупредить появление блох достаточно сложно? Да, лучше, когда теплый сезон идет, дважды в сезон нанести специальные капельки Чтобы избавиться от вредных паразитов, вы также должны обработать помещение, в котором живет ваш котик И ковры, и паласы, и место, где он спит, и всевозможные щели Такими же средствами, только разведенные в нужной пропорции, что указано в инструкции Для обработки домашнего инвентаря И точно знать, что все будет доброе Спасибо, моя дорогая